Привет, меня зовут Екатерина Бусько. Я физик по специальности, а еще я мама. Где-то год назад мне захотелось развиваться в творческом направлении. Мне хотелось улучшить свои навыки по рисованию, и я пошла на занятия по академическому рисунку. На этом дело, правда, не закончилось. Вскоре муж предложил попробовать заниматься 3D-графикой. Я подумала, почему бы и нет, просто из любопытства. Так я попала в 3D-школу к Евгению Гриппинскому. Творческому человеку нужно визуально выражать свою мысль, и 3D — это лучший вариант, потому что мы можем видеть объект в комплексе, а не рисовать его с разных ракурсов. Самым ценным, на мой взгляд, занятие у Евгения была его грамотная подача информации студентам. У него все последовательно, логично, всегда есть место вопросу «а почему так?», всегда есть объяснения и ответы. И по итогу знания постепенно, как мозаика, собираются в единую картину, в понимание принципов, подходов в области 3D-графики. Обладать техникой 3D можно гораздо быстрее, чем техника и суть. У вас на это уйдет всего лишь полгода. На данном этапе я занимаюсь интерьерной и предметной визуализацией и моделингом. Мне нравится получать не просто картинку, а фотореалистичное изображение со своей атмосферой. Хочется, чтобы человек посмотрел на это изображение и не верил своим глазам, что это нереально. На интерьерной визуализации я не останавливаюсь, я продолжаю учиться. Сейчас я активно изучаю 3D-скульптинг, развиваюсь в направлении концепт-артов. Хочется в последующем работать в области игровой индустрии или, может быть, мультипликационной. Не знаю, как там получится дальше, но в любом случае 3D-графика – это очень увлекательное занятие. Чем больше в этой области работаешь, тем больше хочется. И самое главное, что замечательно, это то, что ты можешь приблизить к реальности свои замыслы и донести их от других людей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok